Здравствуйте, можно? Здравствуйте, присаживайтесь. Будьте добры, шарфик сняли, обувь сняли. Наталья Михаченкова решила проверить, всё ли в порядке с её организмом. Выбрала удобное время и пришла в Центр здоровья Щёлковской областной больницы. С помощью современного оборудования в тот же день пациентка получила предварительное заключение о работе жизненно важных органов. Это электронный рефрактометр, который позволяет определить нарушение оптических свойств глаза. Мы при помощи этого аппарата можем судить об остроте зрения, о нарушении прозрачности хрусталика. Здесь возможна диагностика стигматизма. И в дальнейшем доктор, имея распечатку с этого аппарата, уже знает, какие дополнительные исследования пациенту назначить. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Отличный повод, чтобы проверить функциональные возможности своего организма. Например, после перенесённого коронавируса, коварного своими осложнениями. В Центре здоровья можно убедиться в полном восстановлении дыхательной функции. Полезно пройти обследование и тем, кто имеет вредные привычки. Наталья Владимировна, скажите, вы курите? Курю. Курите. Тогда мы сейчас будем определять углекислый газ наших лёгких. Вдох. Затаили дыхание. Вот сейчас на циферблате увидите нолики, возьмёте трубочку в рот и крепко-крепко обожмёте монштук. И всё, выдохните, когда здесь нолики будут. Всё, выдохните в трубочку. Выдыхаем, 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 выдыхаем. Ещё, 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 ещё. Молодец. 1,76. Вот вам электронные сигареты. Нарушение питания миокарда выявляют исследования на кардиовизоре. Кардиограмма в дальнейшем пригодится на консультацию врача-кардиолога. Отклонение от нормы компьютерная программа покажет красным цветом. Если есть отклонение, то появляется зона гипоксии, нехватки кислорода. В данном случае все хорошо. Масса факторов риска развития хронических заболеваний проявляется болезнью, и тогда ее надо уже лечить. Задача стоит выявить факторы риска развития, например, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета, или нарушение обмена на той стадии, когда еще нет болезни, и когда еще с этим можно справляться изменением образа жизни, изменением стиля питания, увеличением физической нагрузки. Самая пожилая пациентка, которая у нас была два года назад, ей было 97 лет. В Центре здоровья Наталье Владимировне настоятельно посоветовали бросить курить. Об этом же свидетельствовали показания с макелайзера. Количество остаточного угарного газа в легких оказалось близким к красной зоне. Я поняла, что надо бросать курить. Все процедуры были очень быстро проведены, даже не ожидала. И оснащение, в общем. Да, оснащение замечательно. Услуги Центра здоровья доступны людям старше 18 лет. Важное условие – явиться в кабинет натощак. Вам сделают анализ уровня сахара в крови. На руке пациент получает выписку с результатами исследований с простыми пояснениями. А сам визит заканчивается у врача-терапевта, который подскажет, что нужно поменять в привычном образе жизни. Буквально за полчаса проверить внутриглазное давление, работу сердца и других органов можно вот в этом кабинете. Обследование Центра здоровья в Щелкове. Запись открыта каждый день. Воспользуйтесь этой возможностью. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.